привет братцы рыбаки наверняка у многих из вас точно так же как у меня где-нибудь в рыболовных чемоданчиках или просто в загашнике завалялись шпульки от старых поломанных катушек которые выбросить жалко и уже не знаешь куда применить тоже долго думал что с ней можно сделать пришла в голову идея не без помощи интернета скажем так сегодня покажу одну оснастку на хищника которую можно сделать из таких шпулек я буду использовать маленькую часто езжу на рыбалку или просто в лес на общественном транспорте где должен быть собранный рюкзачок по минимуму и что-нибудь большое в него не положишь а нужно наоборот с собой возить что-то компактное поэтому вот такая вот шпулечка у меня от старой старой там по моему двухподшипниковой кобры валялась которая уже давно разломалась из нее и буду делать так взял пробку от бутылки пластиковые примерил она вот сюда вот как раз ништяк заходит верхняя часть это будет заглушка пробку сюда ставить не обязательно это мне вот почему-то так захотелось также мне понадобится кусок рыболовной резины такую используют для изготовления резинок довольно прочная дальше понадобится шнур либо толстая леска это вот у меня 0 2 миллиметра на 15 7 килограмм понадобится двойничок также понадобится скользящий груз в наличии сейчас стопорков у меня нету поэтому вместо стопорков буду использовать ниппель и зубочистку если у вас есть стопорки они будут намного лучше еще мне понадобится кусок пластмасса любой толстый неважно какая будет пластмасса у меня вот такая вот канистра под масло было она просто по цвету практически подходит вот из нее вырежу заготовочку еще минимум инструментов которые у каждого сто процентов есть под рукой что поехали как я и говорил на верхнюю частью не пойдет вместо заглушки пробка нижнюю часть мне надо будет закрыть поэтому я ставлю шпульку на канистру мне нужен будет вот такой вот кружочек аккуратно сейчас вырежу дальше все это вот так аккуратно подровняю ножницами канистры пластмасса мягкая поэтому все делается очень легко и быстро такая шайбочка у меня получилось теперь с помощью наждачной шкурки чуть-чуть скруглю краешек чтобы был полукруглым и при транспортировке не цеплялся нигде не порезаться об него ну и вот что в конечном итоге у меня получилось такая вот крышечка наверх теперь в самой шпуле надо сделать примерно на расстоянии 2 сантиметра друг от друга два пропильчика в этой вот части глубокой я это буду делать с помощью обычной ножовки по металлу ну и после этого обычным надфилем расширяю такой вот примерно результат должен получиться глубина пропилов чуть чуть меньше чем ширина надфиля что будет достаточно вот этот внутренние железячка мне не нужно будет создавать только лишний вес поэтому убираю вот этот стопорок и и оттуда извлекаем теперь и в пробочке и вот в этой вот шайбочке надо наметить приблизительно ровно от центра два отверстия и их или просверлить или проколоть шивом расстояние между отверстиями я сделал сантиметр но это не так важно шпули разные поэтому сами себе тоже подбирайте какой вам удобен размер я показываю лишь принцип изготовления вот такие вот пятачки получились поросячи теперь надо убрать лишние заусенцы и будем собирать дальше дальше вставляю как в пуговицу резинку и продеваю в центральное отверстие шпульки обе части на дно продел так она зашла легко 2 чуть чуть туговато поэтому сделал такую ровочку и протягиваем дальше все это дело должно так вот получится с этой стороны во внутрь вставляем длинный хвостик резинки продеваем обратно чуть-чуть подтягиваем резинку чтобы она плотненько прижимала обе половинки и вот здесь вот внутри потом завязываем несколько узлов чтобы не развязалась вот что приблизительно получилось сейчас лишние хвосты обрежу ну и для большей надежности еще на тому может быть изоленту чтобы случайно не развязались так вот еще узелок обмотал изоленты для большей надежности теперь нужно смело эту крышечку закрыть сюда входит вообще отлично и вот такая вот конструкция у меня получилось собираем дальше теперь вот из такого шпателя сейчас сделаю небольшой язычок как раз красный будет хорошо заметен также никаких размеров все делаю на глаз сейчас его надо скруглить вот такой вот грибочек у меня получился также при помощи наждачки надо снять острые фаски чтобы в дальнейшем у него также случайно не поранится не порезать дальше мне в нем надо проколоть два отверстия вот в этой верхней части примерно между ними может быть один сантиметр в принципе при помощи зажигалки какой-нибудь скрепки или иголки можно было их не проколоть а просто проплавить после того как отверстие готовы помощью надфиля убираю все лишние заусенцы теперь можно приступать уже к полной сборки всей конструкции в одно отверстие продел кончик шнура теперь надо взять кембрик или если у вас есть топорок одеть топорок и пробить также во второе отверстие это нужно для того чтобы потом вот этот язычок по шнуру не катался а был в том именно положении в котором вы его зафиксируете дальше вставляем во второе отверстие шнур теперь из-за того что кембрик резиновый он очень хорошо будет этот язычок стопорить ну и дальше отматываем где-то около десяти метров шнура вот от этого язычка с отмотаю продолжим делаем вот такую петлю так вот восьмерочкой закручиваем надеваем на шпулю затягиваем ну и теперь заматываем весь шнур на шпулю катушки наверное многие уже догадались что я делаю это будет летняя жерлица либо поставушка как я уже и говорил в начале видео идея это не моя подсмотрел я ее одного автора у него там очень мало просмотров а мне она понравилась и поэтому я вам решил показать кому интересно ссылочка на оригинальное видео на оригинальную такую вот конструкцию будет в описании под видео ну а теперь собираю непосредственно саму снасть беру кусочек ниппеля он же кембрик отрезаю продеваю в краю шнура дальше надеваю скользящий груз дальше еще один кусочек положить кембрика повторюсь просто закончились топорки делать специально их не стал на такой поставушечки и не пересойдут дальше вставляем сюда либо зубочистку либо спичку таким вот образом и лишнее обломали с другой стороны точно так же ставили в ниппель зубочистку одели лишнее обломали и с другой стороны вот этот острый носик так же вот вам и готовились топорки самый простой способ изготовления ну и на край шнура привязываем двойничок привязывать его буду обычным узлом на палец одел петельку накручиваю несколько оборотов и в эту петлю вот этот хвостик вставляю начинаю подтягивать такой вот крепкий скажем очень хороший узел получается лишнее откусываем ну и остался финальный скажем так штрих сборки это вот вот в эту вот верхнюю часть дети веревочку еще раз повторюсь резинки вот эти вот очень прочный так что ничего страшного она наоборот будет служить амортизатором если попадется крупный хищник в общем вот такая вот поставушка получилось довольно таки компактная то есть идет вот этот язычок как сигнализатор сюда вот его заряжаете под верхнюю резиночку при поклевке он выскакивает щелкает резинка и вы слышите то есть шнур спускается допустим вы дали ему там примерно уйти метров на 5-7 можете зафиксировать вот эти вот в эти прорези чтобы дальше не велось и там какие-нибудь кусты то есть получается так вот она у вас висит и начинает хлопать резинка и вы слышите что у вас какая-то рыба там поймалась дальше допустим от рыбачили собирается все очень просто наматываете шнур обратно на шпулю вместе с этим язычком так собираете это все дальше дело ну а сам двойничок или если у вас там тройничок стоит прячете вот эту коробочку и он не мешается вот эту прорезь вставили туда же можно засунуть и вот эту веревочку либо ее также намотать на шпулю такая вот у вас скажем так очень компактная конструкция которая вмещается в ладошку вы ее можете положить в карман и смело идти уже охотиться на хищник самое главное в этом деле умудриться поймать живца вот и все такая вот нехитрая простенькая конструкция еще раз повторюсь в описании будет ссылочка на автора вот этой вот конструкции придумываю не я а я лишь нашел в интернете у меня она понравилась я решил вам показать кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что-нибудь в комментариях предлагайте свои варианты всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока